Добрый вечер. В поселке Магдагачи более чем в 30 торговых точках можно купить алкоголь. А еще более чем в 50 заведениях торговли продаются сигареты. Есть в этой вечно замерзающей отдаленности единственный спортивный клуб, в котором молодежь занимается спортом. Он называется «Олимп». Сегодня «Олимп» может оказаться бомжом. Местная власть грозится его выселить на улицу. Гость нашей студии, руководитель районной общественной спортивной организации «Олимп» Владимир Федоренко. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Скажите, в Магдагачах давно живете? С 1990 года. С 1990 года. Как вы туда попали? Откуда? Проходил службу в десантно-штурмовой бригаде. Женился, остался. И с 1990 проживаю в Магдагачах. Понятно. То есть уже дальневосточник. Да, да, да. Основное место вашей работы? Я работаю в ОМВД России по Магдагачинскому району. Старший полицейский группы охраны и конвоирования. Спорт – это ваше хобби? Это что? Да, спорт – это мое хобби. То есть всю свою сознательную жизнь, где-то с 9 лет я занимаюсь спортом. Каким видом? Я занимался сначала легкой атлетикой, потом в конце 90-х, когда все оттаяло, разрешили заниматься единоборствами. То есть стал посещать секцию рукопашного боя, которая мне пригодилась. 20 лет, грубо говоря, деретесь уже, да? Володя, вот краткая история общественной спортивной организации «Олимп», вашего «Олимпа». То есть в 94-м году, когда ушла бригада, десантно-штурмовая была переведена в Оренбург. Но так как я говорю, я женился, семья, то есть жена с Магдагач, мне пришлось как бы остаться в Магдагачах. И с этого периода я стал заниматься в спортивном клубе «Олимп». Постепенно мы стали расширяться, то есть возникла необходимость расширить помещение нашего клуба. Мы вышли с этим предложением на руководство Сковородинского отделения «Дороги», которое нам предоставило бывший магазин одежды для этих целей. То есть мы из торговых площадей оборудовали два зала, то есть это зал тренажерный и зал борцовский. То есть в борцовском зале у нас проходили тренировки по борьбе с самбо, рукопашному бою. И тренажерный зал, то есть любой желающий может прийти без, независимо от их материального состояния и положения социального, то есть прийти, заниматься свободно. Это платное посещение? Бесплатное. Бесплатное. Ну вот жили вы, жили, боролись, тренировались, все замечательно. В 2010 году Сергей Васильевич Прилипко, глава района, когда заступил в должность, пообещал нам помощь и поддержку. Для этих целей он сказал, что ему нужно забрать данное помещение, оформить собственность на район, чтобы уже взять, оказать помощь финансовую, имеется в виду, отремонтировать. Чтобы оно было структурно и районное имущество, и тогда проще помогать. Да, и чтобы с бюджета взять средства и как бы отремонтировать данное помещение. А до этого клуб был на каком балансе? Он сначала был железной дороге, потом железная дорога, когда передала все это в муниципальную собственность, то есть мы как бы относились, данное помещение считалось поселковым. И как бы поселок нам шел навстречу, потому что мы все-таки там. То есть это помещение предоставлялось нашей организации для выполнения уставных функций. Но что мешает районной власти выделять деньги, это же поселок, помогать поселковому спортивному учреждению? Ну, это же глава района как бы ссылается на то, что нехватка денег в бюджете. Ну, первоначально, то есть они 15 апреля получают право собственности. Этого года? Десятого года. Десятого года. Вот. 16 апреля приходит бумага, подписанная господином Прилипко, освободить 10-дневный срок. Куда? Ничего вариантов не прилагалось? Никаких, это самые вариантов. Вот. Потом в конце этого же года господин Прилипко выходит с предложением на Совете народных депутатов о выставлении данного помещения на торги, мотивируя тем, что да, хотели отремонтировать, забрали, оказалось денег нет. Ну вот мы нашли мецената, который готов вложить туда 3,5 миллиона, но на тех только условиях, если он будет собственником. Ну короче, попытались они выставить на торги, но мы отстояли, обратились к депутатам района, чтобы наше помещение передали обратно в поселок. Депутаты приняли такое решение? Депутаты приняли такое решение, но потом это решение они изменили, ну не депутаты изменили, а как бы отменили это решение, мотивируя тем, что депутаты не могут это подарить, заниматься благотворительностью, если поселок хочет, пусть выкупает. Понятно, то есть глаз народа, депутатский глаз оказался не услышан. Да, да, да. Хорошо. Дальше они, чтобы как-то себя обезопасить, скажем так, господин Прилипко с депутатами прошлого созыва, они решают как бы это передать локомотиву, стадиону локомотиву в оперативное ведение данное помещение. Они передали, вот на сессии был разговор, депутаты поднимали вопрос уже нового созыва, для какой цели данное помещение было передано. Ну передали локомотиву, что плохого в этом, тоже спортивная организация, пусть вроде бы как бы не противоречит друг другу. Да, да, да. Но на самом деле образовался долг какой-то по коммуналке, который пытаются сейчас повесить, то есть 400 этих тысяч, если быть точным, 371 тысяча на нас. Как это, почему? Кто не платил за эти деньги? То есть мы, никаких у нас договорных отношений не было с энергопоставляющей компанией, вот, и как этот долг образовался, мы тоже не знаем, но камень преткновения сейчас стал вот именно этот долг. Глава говорит, если вы погасите, если вы будете наоплатить аренду, если есть ли долг. Понятно. Вы стучались к чиновникам, не знаю, более высокого ранга, к областным, еще куда-то? То есть мы неоднократно... В министерстве спорта были. И в министерстве спорта были, вот, 19 октября проходила встреча в приемную губернатора Амурской области, то есть прием проводил министр физкультуры и спорта Олег Владимирович. Вот, то есть мы, как бы, вроде бы нашли компромисс, решили, что, как бы, нам тренажерный зал предоставит администрация, секцию нашу, которая у нас работает, рукопашного боя, включат ее в школу, в эту детскую и юношескую, которую, как бы, организовали, которая уже год существует на бумаге, то есть зарегистрирована, а работа ее пока... Ну, замечательно, компромисс нашли, все, дальше что? Вот, то есть, ну, когда мы приехали, вернулись обратно в Магдагача, Сергей Васильевич сказал, что эта встреча носит рекомендательный характер, вот, министр думает так, а я считаю, что вот так... И решение принимаю я. Да, так что, вот, будьте любезны, мне все-таки вот эти 371 тысячу оплатите, вот, и 10 тысяч аренды без НДС и без это, без коммунальных этих, то есть платите, вот. Вот, на что, как бы, ну, эти условия для нас не приемлемы, так как у нас, говорю, общественная организация некоммерческая, дети и желающие заниматься спортом бесплатно, да. Где еще в Магдагачах можно заниматься спортом? Все, больше тренажерный зал, он единственный, вот, залы, которые существуют в школах, спортзалы, они только используются школами для их секции волейбол, там, баскетбол, то есть посторонних они туда не пускают, вот. Вот. Понятно. Ваш прогноз ситуации, Владимир, как вы думаете? Если не удастся привлечь внимание Олега Николаевича, то есть губернатора нашей области, и если он не встанет на нашу защиту, то, я думаю, будут, результаты будут плачевными. Я себе позволю обратиться к министру спорта Амурской области Олегу Гуменику. Олег Владимирович, кроме спидвея, любимого вами и неровного льда, есть у нас поселок Магдагачи. В этой отдаленности еще не все спились и деградировали. Там есть люди, поверьте, которые хотят заниматься спортом. Съездить туда в командировку, ночь на поезде, в купейном вагоне. Всем всего доброго, до свидания, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин